Приветствую вас, Лиза. Смотрите, какая история. Вы обращаете внимание в интимной сфере на рост вашего молодого человека. На рост. Не на его ценность для вас, например. Не на его важность для вас, например. Не на то, что вы хотите, к примеру, сделать его счастливым. Например. Вы обращаете внимание именно на то, что он высокий. И это вас немножечко повергает. Ну, не все, к этому. Не правильно сказать. Не все, не все, конечно. Но тяжело. Вам тяжело. Я хочу вас спросить. А какое значение для вас имеет тогда молодой человек? Какое значение для вас имеет его рост? Случайно ли вы выбрали себе молодого человека высокого? Это, на мой взгляд, очень важный вопрос. Не может ли быть такого, что вы специально выбрали себе молодого человека высокого роста, чтобы постараться, чтобы попытаться... Компенсировать... Своё неприятие... Маленького роста. Я вот... Я вот... Конечно, не знаю... Но... Кажется мне... Что в том числе... Что в том числе... Ваша проблема может быть... Именно в этом. Я т.о. То есть... По стире вас волнует... Только, в подобные моменты. По стире с человеком вас волнует... Подобные проявления, скажем так... И не может не раздаться вопрос в таком случае, а что же больше всего вами выделяется в отношениях с мужчиной? И выделяется ли что-нибудь, а если выделяется, то что выделяется? Если выделяется, то как выделяется? Вот это вот такие вещи, на которые вам, на мой взгляд, нужно посмотреть, поискать ответ, потому что это очень важно. Это очень важная история, достаточно. Кроме того, вы не принимаете свой рот. Ну, точнее, как, вы его отказываетесь, в принципе, принимать свой, ну, свой рост вы отказываетесь принимать. И я думаю, что в некоторой степени это комплексы у вас, в некоторой степени, степени это комплексы, с которыми можно и нужно работать для того, чтобы они вас не беспокоили. по крайней мере, это вполне себе реально, по крайней мере. По крайней мере, это более чем реально. Если, конечно, вы хотите этого, если, конечно, вам это интересно, если, конечно, вы хотите этим заниматься. Вот. Ну, у вас имеет место быть такое вот предубеждение, что девушки низкого роста менее привлекательны, чем девушки высокого роста. Вот. Ну и сейчас, молодой человек, на мой взгляд, воспринимает с вами, как способ доказать себе, что это не так, как способ доказать себе, что, несмотря на возраст, вы можете быть привлекательны, вы можете быть полноценны. Тем не менее, почувствовать себя у вас не получается. Через мужчину вы пытаетесь решить эту проблему, но пока не выходят. И я боюсь, что и не выйдет. Потому что проблема находится у вас в голове. Ваша неуверенность в себе. Ваши сомнения в себе. Ваши страйки. Все это влияет. Но самое главное, конечно, это то, что вы, как бы это, не звучало. Странно. Вы не принимаете себя и не любите себя. И вам проблематично принять и любить другого человека. В данном случае вашего молодого человека. Вот. Знаете? То есть это у вас не совсем про чувства к нему. Это больше про решение собственных трудностей. Собственных. 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 Собственной проблематики. Знаете? Это, конечно, очень серьезно и тревожно. И это очень сильно мешает выстраивать отношения с людьми. Ну, было бы несколько странно, если бы не мешал. Потому что все-таки отношения с людьми выстраиваются немножечко не так, немножечко по-другому они выстраивают отношения с людьми. Не на такой сверх-сверх мотивированной основе. Где целью стоит доказать что-то себе и своему партнеру. Понятно, что вам будет не до секса. В общем, понятно, что вам будет не до чего вообще вам будет. Вот. Это понятно. Потому что, извините, какой тут вообще секс, да? Какие тут вообще отношения, когда вы переживаете насчет своего там вот роста и насчет сравнивания себя с человеком. Ну, вот. Это своим партнерам. Спас. Вот. А ответ на самом деле хитноповерности, что между вами и общего. Между вами и молодым человеком общего. Вот. Ответ на хитноповерности он ближе, чем вы думаете. Если бы между вами и мужчиной было бы больше общего, вы бы не переживали бы так сильно из-за своего роста. Ой, с его ростом. Вам было бы все равно на него, потому что интересовало бы вас в первую очередь его личность, личность вашего мужчины. Но, поскольку общего между вами и молодым, из-за того, что вы пытаетесь срочить комплекс, ооо, свои комплексы, что и выстраивать отношения, ооо, такие вот более естественные, которые могли бы принести вам удовлетворение вы не можете. Соответственно, что делать, я надеюсь, вам понятно. Теперь делать вам необходимо следующее, следующее. Сработать над принятием себя и личностного роста. Повышаться на оценку, уверенность в себе. Корректировать модель женского поведения. Потому что оно у вас, по моему мнению, не совсем соответствует вам, не соответствует вашим, ну, вашим сильным сторонам. Вот. И прорабатывать фундамент основы для построения отношений с мужчинами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Да, забыл еще сказать про реализацию. Вам необходимо реализовывать. Редактор субтитров А.Семкин